Книга «Открытым оком». Тема «Богослужение». Вопрос 3540. «Верите ли вы, что есть особые намоленные иконы, молитвы перед которым особен действенно, и что старинные иконы потому и имеют особую ценность, что перед ними молились святые столько лет?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Бог миловал. Не подвержен был никогда сей идолотворческой ереси. У меня весь передний угол в иконах бумажных, и стоимость их не так велика, тем более некоторые уже побывали в пожаре. Я вам не советую увлекаться этой языческой теорией, что святость может через что-то накладываться на чужие грехи. Лучшая икона, которую я узнаю, это преображенный Ветхий Адам в образ Христа. Икона и есть образ. Деяние 17.29. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Принять Христа верою, жить по Его Святому Слову, так пишется в Духе Святом, святая икона, ради которой Бог и послал Сына Своего Единородного на крест, образ которого носим. Галатам, 4 глава, 19 стих. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. 1 Коринфянам 15.49. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Эта икона пишется не красками на дереве, а в сердце благодатью Духа Святаго. 2 Коринфянам 3.18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. И нам заповедано не только искать ветхие иконы, а наоборот, держаться за новые. Нефесянам 4.22. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в бальстительных похотях. Что касается икон старинных. Школ, письма и их так называемых раритетных экземпляров, то сколько из-за них греха уже приняли. В милиции созданы специальные отделы, группы сотрудников выделены, которые трудятся только по этому направлению. Розах похищенных икон старинных. Эксперты утверждают, что в России до революции было несколько десятков миллионов икон. Есть что воровать. Пожгли и порубили после революции. Как доски, а оставшихся 80% утекло за рубеж. Ежегодно из-за кражи икон убивается до 20 человек. Иные церкви грабят уже до 10 раз. Да и стоит из-за чего? Ибо отдельные иконы оцениваются до 1,5 миллиона долларов за одну икону. В 1994 году из Устюжинского краеведческого музея Вологодской области украли 7 икон, которые оценены в 4 миллиона долларов. А музеи-то где их взяли? Вор у вора идола украл. Сегодня в розыске только те иконы, о пропаже которых заявлено. И таких 45 тысяч штук. Их пытаются классифицировать, маркировать, чтобы знать, куда вернуть, если найдут. Только икон Божьей Матери свыше 300 вариантов. Более 200 магазинов в Европе процветают, но продажи подобными изделиями старины антиквариатам бесполезны. Более 200 организаторов занимаются устройством выставок с подобным товаром. «Щит и меч», 16 октября 2003 год, страница 4. Лесу погубил ее хвост. Когда корабль тонет, то выбрасывает своими руками за борт весь груз. Давно бы уже сдали иконы в музеи, и пусть они пылятся или освещают воров. Дошло до того, что сами священники выкрадывают ценные иконы, а вместо них в древних сосудах подкладывают похожие муляжи. Послание Иеремии 1.14 Имеют меч в правой руке и секиру, а себя самого от войска и разбойников не защитит. Отсюда познается, что они не боги. Итак, не бойтесь их. Стихотворение Ну, стоит ли богатым быть, чтоб вкусно никогда не съесть, не спить, и только деньги лишь копить? Да и на что? Умрем ведь, все оставим. Мы только из себя и мучим, и бесславим. Нет, если б не далось богатство на удел, не только бы рубля, я б тысяч не жалел, чтоб жить роскошно, пышно. И о моих пирах далеко было бы слышно. Я даже делал был добро другим, а богачей скупых на муку жизнь похожа. Так рассуждал бедняк с собой самим. В лачушке неизменной На голой лавке лежа На в лачушке неизменной На голой лавке лежа Как вдруг к нему Сквозь щелочку пролез Кто говорит колдун, Кто говорит, что бес Последнее едва ли не вернее И сдела будет то виднее Пристал и начал так Ты хочешь быть богат? Я слышал для чего Служить я другу рад Вот кошелек тебе Червонец в нем не боли Но вынешь лишь один И уж там готов другой Итак, приятель мой Разбогатеть теперь в твоей лишь воле Возьмишь из него Без счета вынимай Да коли будешь ты доволен Но только знай Истратить одного червонца ты неволен Пока в реку не бросишь кошелька Сказал и с кошельком Оставил бедняка Бедняк от радости едва не помешался Но лишь опомнился За кошелек принялся И что ж Чуть верится ему Что-то не сон Едва червонит вынет он Уж в кошельке другой червонит шевелится Ах пусть лишь до утра мне счастье В счастье продлится Бедняк мой говорит Червонец я себе Повытаскаю груду Так завтра же богат я буду И заживу как сиборит Однако ж по утру Он думает другое То правда говорит Теперь я стал богат Да кто ж добру не рад И почему бы мне не быть богаче вдвое Не уж то лень Над кошельком еще провесть хоть день Вот на дом у меня На экипаж На дачу Но если накупить могу Я деревень Не глупо ли когда Случай к тому утрачу Так удержу чудесный кошелек Уж так и быть Еще я поговею Один денек А впрочем Ведь пожить всегда успею Ну что ж Проходит день Недели Месяц Год Бедняк мой потерял давно В червонцах счет Меж тем он скудно ест И скудно пьет Но чуть лишь день А опять за ту же работу День кончится И по его расчету Ему всегда чего-нибудь Не достает Лишь кошелек нести Сберется То сердце у него Сожмется Придет к реке Воротится опять Как можно Говорит От кошелька Отстать Когда мне золото Рекою Само льется И наконец Бедняк мой Посидел Бедняк мой похудел Как золото его Бедняк мой пожелтел Уж и о пышности Он более не смекает Он стал и слаб И хил Здоровье и покой Утратил все Но все Дрожащую рукой Из кошелька червонцев Он таскает Таскал Таскал И в чем же кончил он На лавке Где своим богатством Любовался На той же лавке Он скончался Досчитывая Свой девятый миллион Крылов 1828 год